Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас переделка девчонки с голосом, с озвучиванием и с объяснением. Попробую так. И еще раз повторяюсь, я буду эти видео делать, потому что мне это нравится. Вот. И у меня много идей. Вот. Сегодня я переделываю свой свитер. Я его получила в наследство от дочери. Вот так сейчас получается. Я много вещей получаю в наследство. Вот. Сам свитер мне нравится. Как бы сам, ну, сам свитер мне нравится, но мне не нравится его форма. Вот мне нравится низ, что он такой стянут. И если бы был длиннее, окей, но он как раз в месте бедер, там где у меня расширяется все, он стянут. И расширяет меня еще больше. Поэтому я попытаюсь свитер спасти. Сейчас, в данный момент, я вообще не понимаю, что по итогу получится. У меня в голове есть приблизительное представление. Купила я вот такую вот рубашку в клетку. Мне очень понравилась эта клетка. Вот. И я ее прикупила. А самая простая рубашка хлопковая. К счастью, сейчас в распродаже, девчонки, большой свитер купить и переделать вообще не составляет никакого труда. Потому что шикарные распродажи. Еще один я от Кучинели там присмотрела. Я вам сниму, как его переделать и сделать на раз-два-три такой откученный или купить в распродаже обычный джем-пирочек и переделать. Мы с вами это собрали. Так, рубашка мужская большого размера. И ориентироваться я для начала буду на свитер. Значит, что я первым делом сделаю? Я отрезаю горловину. Теперь, что я делаю дальше? Я срезаю, чтобы мне не мешала вот эта резинка внизу. Возможно, я ее на что-то использую. Но пока я внизу резинку срезаю, чтобы я могла разложить весь свитер. Так, есть. Тут у меня не все нравится. Тут мне нравится узор, мне нравится сам свитер. Теперь смотрите, что я буду делать. Я хочу... Здесь вот он слишком широкий. Я хочу сделать как бы тунику, да? И поэтому я вот так вот это все дело срежу чуть-чуть. У меня ширина бедер. Сам свитер у меня 57 сантиметров. Вот я его уменьшу на 50 где-то. Ну, 52, потому что мне нужно будет еще в шов запустить. И я думаю, 52. То есть, пару сантиметров я убираю. Вот, я срезаю до сужения. И обрезаю. То же самое я делаю с этой стороны. Вот, смотрите. Вот, уже пошла у меня информация чуть-чуть, но это потому, что, значит, я здесь равняю вот... Понятное дело, что свитернув шиной равняю по этим дорожкам. Отлично. Вот такая вот штукинция получилась. У меня ширина моей штукинции 50 сантиметров. Все, как я и говорила. Теперь, что я буду делать? Теперь я складываю вот так вот переднюю деталь и складываю заднюю деталь. Совмещаем вот с низом. Я совмещаю и сопоставляю. Я хочу сделать низ длиннее передней детали. И так, смотрите, что я буду делать. Так, спинка на высоте 36 сантиметров. Я начинаю срезать плавно, как бы, вводя на переднюю деталь. И продолжая линию, вот как бы, вырезаю переднюю деталь. Интересно, девчонки, смотрите, как коса у нас нашита на джемпер. Я не могла понять, что такое, что оно так, оно так связано. Интересно. Так, вырезаем. Сейчас я покажу, сколько разница у нас получилась между передней деталью. Сколько я сказала, от 36 задняя деталь, а передняя от горловины. 20. Из вот этой вот задней части, у вас может быть и задняя, и передняя. Вы можете сделать длиннее. Вот, я из того, что у меня есть, что я делаю? Складываю ее вдвое, срезаю вот это все лишнее. Это будет для моей обтачки на низ. Тут тоже не принципиально. Смотрите, из того, что у вас есть. Если у вас просто гладит свитер, то одну вырежьте из передней детали, вторую из задней детали. Сравняла, разрезала пополам. То есть две вот такие вот детали. Две обтачки. Смотрите, как горловину определить так, чтобы у вас была красивая горловинка. Каким образом ее определить? Значит, сложили пополам, и теперь горловинку. Смотрите, так вот мы ее приложили. Здесь у меня остается. Вот это как раз классно, даже прекрасно. Для футбола это число должно быть где-то 5-7 сантиметров. Для свитеров 7-10 сантиметров. Вот у меня 9. То есть основная деталь больше на 9 сантиметров в сложенном виде. Поэтому здесь я определяю как бы саму горловину. Если хотите больше стянуто, делайте меньше. Знаете, я, наверное, и сделаю меньше. В любом случае, все нужно смотреть. Я сейчас посмотрю, сложу эту горловину, посмотрю, если мне это нравится. Нет, не нравится. Мне нужно убирать еще больше. И убирать вот этот край. Он не дает растянуться. Это я тоже, кстати, оставлю. Вот из этого сделаю горловину. И я ее все-таки, потому что она очень такая веселая. Мне бы ее стянуть. И я ее вот посюда, смотрите, всю заднюю деталь, спиночку, я оставила именно как для присборки. И в спокойном состоянии отрезаю вот эту часть. Но если у вас вот эта деталь тянется меньше, то не рискуйте так много срезать. 10 сантиметров у меня осталось. Так, осталось мне вырезать. И так, у меня горловина. У меня две оттачки. И вот основная деталь. Так, теперь рубашка. Рубашка у вас может быть либо впритык, либо не впритык. У меня рубашка шире. То есть у меня это будет как свитер-туника. И что я делаю? Складываю вот по пуговицам пополам. Для начала я обрежу вот это все дело. Чтобы верхний не путался. И так, я отрезала рубашку. Складываю ее пополам. Теперь мы четко знаем, где у нас верхняя линия. Потому что пока рубашка была, у нас это было непонятно. Теперь складываем ее пополам. Вот. И сначала прикладываем в переднюю деталь. Вот как мы будем пришивать. То есть, видите, здесь пуговичка. Так, видите, здесь пуговичка. Я ее отрежу потом. И просто там сошью, чтобы видно было. Мы обрезаем. А, теперь смотрите, заднюю деталь мы закончили. Вот у этой, вот здесь вот по боковушке. Далее мы боковушку задней детали прикладываем к этой части. И отмечаем хорошо в клетку. Здесь хорошо видно, что мы, получается, находимся в середине вот этой клеточки. И по ней я и ориентируюсь. Но здесь я не обвожу. Я просто плавно обвожу это все дело в ту точку, где закончилась передняя деталь. Видите? Так, все. Рубашечка у нас готова. Это мы откладываем. Теперь еще готово. Так, и еще вот, что я сделала. Я все-таки отпорола. Видите, как тут интересно сделано. Отпорола эту часть с косами. Так, манжет у меня должен быть по ширине рукава. Смотрите, рукава у меня хватит. Значит, я выбросил отрезаю. Так. Так, рукава проверяем. Шикарно. Как раз, как раз. Так, это рукавчик у нас. Теперь, что нам нужно еще... Итак, я обрезала рукава по самую пройму. То есть, как можно выше, как только мне получилось. Вот низ я пока оставлю. Я его соберу на манжетик. Манжетик я вырезала из манжетика рукава. Ну, теперь смотрю, и что-то мне это все дело не нравится. Я хочу... Нет, не получится у меня. Или... Я знаю, я сделаю манжетик с вот этими вот косами. Вот, я знаю. Вот, все. Мой свикер весь, весь, весь готов. Весь использован. Буквально обрезочки остаются. Но пока длину я не срезаю, потому что мы еще ее будем мерить на себе. Вот. А это у нас будет будущий манжетик. Я его складываю пополам и разрезаю на два манжета. Так, есть. Все, заготовки у меня готовы, девчонки. Я сейчас перехожу к машинке. И первым делом, что я сделаю, я сошью... Сейчас я вам показываю. Лицевой стороной складываю вовнутрь. Сшиваю. Сейчас я вам покажу. Расскажу. Вот. А потом сошью. Вот. Одну боковушку. Здесь вот совмещаем хорошо. Вот здесь. То, что у нас тут кривые. Не забываем. Значит, одну боковушку сшиваю. Вторую боковушку сшиваю. Далее сшиваю манжеты. Один и второй. Просто сшиваю. Манжеты можно не обмотывать. Здесь у меня... Так, в общем, манжеты. Эти вот вдвое. Это манжеты на рукава. Тоже их два. Манжет на верхнюю часть рукава. Вот сшиваю здесь. Манжет на нижнюю часть рукава сшиваю. Эти части можно не обмотывать. Спинку, переднюю деталь, боковушкой обмотываем. И обтачки, боковушки, вернее, задние и передние детали мы сшиваем вот здесь. Вот здесь. И здесь одну. Отдельно они идут. И вторую. Здесь. И здесь. Так. И сшиваем горловину. Вот здесь вот. Эти все... Девчонки, я сейчас вам покажу булавками, что я, куда пришиваю. И потом пришью. Значит, первым делом я беру... Вот у меня все на лицевой стороне. Складываю пополам. Вот. Намечаю. Ну, что рассказывать с машинкой, это не... как бы не очень удобно. на середину. Вот, кстати. А не, все правильно. Не, неправильно. Вот, середина. Но это здесь, это у меня. Такой прикол. Я совмещаю. Я совмещаю средину. Вот она, срединка. С деталью переда. Шов буду делать на сантиметр. Обмотывать. И потом еще отделочную строчку по лицу. Значит, теперь спинку, где я пометила средину, совмещаю со швом. И вот относительно этих двух отправных точек я вот так вот натягиваю и припосаживаю. Вот сам свитер. Равномерно. Можно наметывать. Ну, недостаточно. Я потом под лапкой это все натягиваю. Кстати, неудобно так скалывать надо по воротнику, потому что потом будет удобнее вытаскивать эти булавки. Так, есть горловина. Теперь, что мы делаем с низом? Вниз мы тоже, вот смотрите, берем вот эти две детали, которые у нас сшиты вот таким вот образом. Одна и вторая. И теперь здесь мы совмещаем стык. Один и второй. То есть по шву у нас идет вот этот разрез. Здесь у нас никакой три посадки нет. Единственное, что мы делаем, сначала фиксируем одну сторону, потом фиксируем другую сторону. И можно дальше не фиксировать. Ну, она чуть-чуть меньше, вот эта деталька, но там уже к выровняет, она не будет стянуто. Ну, здесь, я думаю, достаточно зафиксировать по бокам и по центру. Вот так вот я натяну. не получится по бокам и по центру, получится больше. Искакивает. Так, ну, в любом случае до шва я дохожу. Вот стык нашли. У шва на шву. Нашли. Правильно. Так. Вторую по спинке. Ну да, в принципе, это будет здесь припосажено, потому что это кривая, а тачка выкроена по прямой. Плюс еще, ну, шел-то и там, и там у нас есть. Ну, ничего. Ну, в любом случае уляжется. Тоже трикотаж. Так, есть. То же самое. Спинку мы фиксируем по центру. То же самое здесь. На сантиметр строчка. Сшиваем обмёд вам. Еще сразу одной строчкой мы делаем все. Если вам неудобно, значит, одной строчкой не делайте. Значит, делайте двумя. Я буду делать одно. Я просто вам показываю, что к чему крепится. Вы можете потом дополнительной строчкой прикрепить вот эту вот штукенцию. Так. Я убираю верхнюю пуговицу. Она мне будет мешать. Так. Теперь лицевой стороной вовнутрь передняя деталь. Смотрите. Вот она, моя передняя деталь, которая выше. Здесь, понятное дело, что та, которая застежкой. Смотрите. Лицевая сторона, лицевая сторона. Вот она, лицевая сторона. То есть, я креплю вот таким вот образом. Снизу Санюшка пошла. Я делаю то же самое. Я сейчас креплю переднюю деталь, спинку. Вот я по бокам, по боковым швам средину спинки определяю и креплю ее вот сюда, с другой стороны. Вот. 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 Теперь я креплю боковушки. Это все потом в шве нужно сопоставить, чтобы вы понимали, кто чувствует силы, тот шьет одним швом. Кто не чувствует силы это сделать, тот что делает, тот делает сначала вот это собирает шов, потом собирает вот эту штучку. Значит, у меня здесь, вот смотрите, лишнее, что я сделаю. Я вот так вот пришивание вверх буду подтягивать и присобирать тем самым рубашку. Возможно, он припасадится сам, потому что у нас будут, вот эта ткань будет на зубцах внизу расположена. Это покажет только процесс. вот здесь можно вот так вот взять еще посрединке, зафиксировать, чтобы равномерно эта присборка у нас была, чтобы мы равномерно это присборили. И фиксируем по всему, как бы, по всей площади. Здесь тоже самая боковушка. а вот по спинке, девчонки, у меня больше как-то получается. наверное, да? Странно, но по спинке у меня получается больше. Поэтому, что я сделаю? Вы можете так не делать. Если у вас не больше, то вы можете просто сделать точно так же на передней детали. Я просто исхожу из... Нет, знаете, что я сделаю? Я вот здесь вот по центру сделаю встречную складку. Остальное присборю. Вот таким вот образом. и она там как раз на попе будет к месту, я так считаю. Так, есть встречная складка. Теперь, ну, господи, тут у меня все слетело. Пересматриваю сколько. Вот теперь я могу припосадить остальное. Теперь у меня все получилось. то же самое мы делаем с рукавами. здесь у нас что? Здесь у нас манжет, который мы складываем пополам. и еще мы вкладываем туда рукав. так, я вкладываю вовнутрь. Теперь смотрим, чтобы вот эта часть у нас шла к спинке, это не тут. к спинке, к переду идет гладкая сторона. Вкладываю вовнутрь рукав. Боковой шов. Вот он, боковой шов. Рукав можно либо присборить, либо сделать тоже складку. И будет и то, и то красиво. Сейчас я посмотрю, сколько у меня там избытка. не получится мне все собрать, поэтому мне нужно делать ту же складку. Я ее складываю вот здесь вот вовнутрь. Вот. И с половиной совмещаем. рукава таким вот образом. Остальное я присоберу вот так вот. Далее второй рукав я вам показывать не буду. Просто сейчас все сошью на сантиметр, обметаю и потом проложу отделочную строчку по лицевой стороне. Тихо тихо вот на данном этапе что у меня получилось показывая на манекене вот 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 такая вот туничка свободная к низу то есть попу можно спрятать как у меня у меня цель была спрятать мою попу что плечи у меня не пловецкие а вот у меня мощная вот еще покажу на себе это пока предварительный вариант еще что у меня возникла идея вот этот век смотрите либо мы вставляем вот так вот я хочу знаете что сделать сейчас я вам покажу что я хочу сделать смотрите я одела под вниз рубашку видите как бы не застегнутую она свободна там я сейчас попробую прибавить чтобы в таком виде вот не хочется еще и вот эту стоечку спрятать чтоб тут только вот эти как бы хвостики были видны давайте посмотрим как лучше ну вроде бы как все таки вот так вот я сделаю можно конечно сделать вот так вот стоечку оставить здесь что я сделала значит я вот эти остатки остатки рубашки одела на манекен сверху одела джемпер и вот уложила как я хочу чтобы это было так смотрите девчонки значит что я сделала я все уложила чутенько так как мне нравится смотрите убрала я все-таки вот эти вот эти как бы вот эту стойку вовнутрь так мне кажется она нежнее так небрежнее нежнее не знаю больше подходит именно по вот это я что мои вы заметили что рука у нас здесь получается такой как бы фонарик да и присборенный низ чтобы спрятать попу такую как у меня если у вас такой попы нет вы можете рубашечку сделать свободную вот и сейчас папа спинки все хорошо разровняла сделала так как мне нравится вот она по спиночке как у меня выглядит то есть этот воротничок он заходит его можно кстати его так вот тоже очень красиво будет носить стоя вот я прибывала сейчас я прямо вот так вот пройдусь в эту же строчку а потом только обрежу все остатки и обметаю край а возможно не буду потому что это какая-то тканюшка такая что она совершенно не распускается смотрите можно вот так вот поставить этот воротничок так значит вот что я сделаю что я про строчу и потом уже обрежу вот эти остатки этой рубахи снизу и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok